Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Субтитры делал DimaTorzok Народный день театра и считал, что это единственный верный знак своего предназначения в жизни. Любимый ученик Геннадия Дадамяна Юрий практически с нуля начинал два московских театра. Сначала вместе со старейшей актрисой-современником Людмилой Ивановой строил детский музыкальный экспромт, а уже через 10 лет другой, на басманной и тоже музыкальный. Мы продолжали очень тепло общаться с Юрием Александровичем. После гастролей театра в Севастополе в 16-м году вспоминает работу с ним композитор Виктор Фридман. Он много писал для театра. В прошлом году поздравлял его с 60-летием. И мы смеялись еще, что год театра приурочили именно к его юбилею. Добрый, неунывающий исполин, по-мальчишески, обаятельный и открытый. Я не знаю, с чем он не мог справиться. Действительно казалось, для такого, как он, не существовало преград и слова нет. Особенно тогда, когда басманный лишился помещения и играть музыкальные спектакли становилось все сложнее. Юрий Архипов не рассуждал, не ныл, не обивал пороги начальственных кабинетов, дожидаясь, когда примут. А делал все возможное и невозможное, чтобы его театр работал, а значит жил. Любая площадка становилась для него подмостками. Вывозил спектакли на гастроли по России, в ближайшие и дальние зарубежья. Организовывал первый фестиваль комической оперы. Действия его глагол, а философия уныния, как самый большой грех. Ошибался, на ходу исправлял ошибки, делал выводы и бежал дальше. Сильный, веселый, азартный, активный. Что теперь будет с театром на басманной, трудно предположить. Ведь все буквально здесь держалось. На Архипове, планирование, экономика, экстрим, творчество его супруги, которую он преданно и беззаветно любил. Кстати, Жана старше мужа, но Юрий, относился к ней как к ребенку и служил ей и ее делу преданно и страстно. Сейчас театр в оцепенении. Даже не назначен еще день похорон. Супруга сама только вышла из больницы, и как она будет теперь жить и работать без своего Юры, страшно представить.